Всем привет, друзья! Продолжаем играть в Mass Effect. Первый Mass Effect. И сегодня, как планировали, пойдем по основной сюжетной линии. Будем чередовать сюжетку с второстепенками. У нас есть Вермайр, Обратный Отчет, Наверия и Ферос. Давайте почитаем, что у нас там на Вермайрах и так далее. Порядитесь на Вермайр и найдите отряд Соларианцев. Это не в другой раз. Обратный Отчет. Найдите канал. Вам нужно обследовать Ферос, Наверию, скопление Тау Артемиды и Вермайр, чтобы добраться до канала раньше, чем это сделает Саран. Это, типа, общее выполнение миссии, я так понимаю. Че там на Наверии? Вы получили лекарство. Отдайте его доктору Коуину в изоляторе. Типа, обязательно нужно сделать, что ли? Неужели я там не сделал важную вещь? Отправляйтесь на Ферос. Узнайте, почему на Ферос напали геты. Давайте на Ферос слетаем, а потом слетаем на Наверию уже в следующих сериях. Потому что мне кажется, что я на Наверии не все сделал. На Ферос. Ферос. Как Ферос-то найти? Там не написано, в какой он системе. Вернуться. Да, покидаем нашу родную Солнечную систему. Так, астероид, Ферос, во. Геракл. Давай сначала исследуем Геракл. Поступило сообщение. Соединяем. Ну что ж, все-таки сделаем одно второстепенное задание перед Феросом. Давайте исследуем, пожалуй, планетки, начиная с газовых гигантов. На них высадиться точно нельзя. Затор. Водородно-гелиевый газовый гигант, в верхних слоях атмосферы которого присутствуют серные облака. Глубже в атмосфере сформировался слой углеводородов. На неосвещенной стороне наблюдаются заметные грозовые явления. Разведуем. В процессе сканирования этой планеты вы обнаружили на ее спутнике крупное месторождение золота. Вау, круто. Что ж. Передадим данные Альянсу. Будут вести разработку. А, вот эта планета. Внимание, опасность токсичных веществ первого уровня. На первый взгляд кажется, что элитания чрезвычайно хорошо подходит для колонизации. К сожалению, внешнее впечатление обманчиво. Планета покрыта зеленым слоем мхов, лишайников и водорослей и окружена толстым атмосферным слоем, содержащим кислород. Однако животное царство представлено в виде микроскопических симбиотических организмов, которых невозможно отделить от воздуха. И которые необходимы для, блин, для, там засвечено, краем планеты это слово, для, для существования экосистемы. И к несчастью при вдыхании. Опять засвечено. При вдыхании. Бля, хмуха, хера не видно. Чего в дыхании? При вдыхании представителями, наверное, чежеродных форм жизни, они вызывают анафилактический шок. Другими словами, заселение требует пребывания в герметичных защитных костюмах, либо замены экосистемы. Понятно. Так, приземляемся. Жесткая, видимо, планетка. Так, возьмем кого? Кого возьмем? Возьмем тебя. Возьмем... Нет. И тебя возьмем, нет. И тебя возьмем. Вот так. Эй, чё вам не нравится? Подтвердить? Кнопка почему-то не была доступна. Но не важно. Обожаю свой мака. Так, отметим сразу на карте. Давай сюда. Ну да, планетка зеленая. Есть кислород, но... Но дышать здесь нельзя. Я думаю, есть решение этой проблемы. Нужно побольше диазолина набрать с собой. Если он помогает, конечно, от анафилактического шока. Анафилактический шок, это же вроде как аллергическая реакция. Или эпинефрином обкалываться постоянно. Тоже нормальная идея. Эй, 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 хватит тут сальто на выкручивать, Шепард. Или ты там кого-то за руль пустил. Это дрон наблюдения. Но где модуль данных? Модуль данных уже сперли. Существо, похожее на обезьяну, скрылось с модулем данных. А, легких путей мы не ищем. Так, подожди, здесь же никто жить не может. Появилась новая точка. Много новых точек. Придется ехать назад. Обезьян, походу, надо сейчас... Мочить. Я помню это задание, оно довольно длинное. С этими обезьянами нужно долго разбираться. Но небо здесь, конечно, красивое на этой планете. Хм. Где-то здесь они обитают, эти обезьянки. Ходят туда-сюда. Вот они. Здрасте. Нападать у них быть? У обезьяны нет модуля. Нет модуля. И мне еще каждую обезьяну обыскивать. Получается. У обезьяны нет модуля. Они еще ходят. У обезьяны нет модуля. Не пропустить бы кого-нибудь. А, я... Один раз обоскав, их больше нельзя. Ну, понятно. Ясно, эту точку исследовали. Вроде как. Здесь же, может, где-нибудь еще стоит обезьянка. Давайте осмотримся. Нету. Ты че, Шепард? Зажрался совсем, уже не пролезает между этими двумя булыжниками. Так, ладно. Дальше... Здесь мы были, сюда поедем. Вам не кажется, что это было слишком? Лично я тоже бросила бы в него камни. Обезьянка кинула камни в кого-то? Давайте сначала все-таки сюда съездим, а то я не уверен, что мы сюда вернемся. Давайте... Это знак вопроса. Может, какую плюшку найдем? И че, луна такая? Это она слишком большая? Или она слишком близко? Или мы на Луне? Я че-то читал описание планеты и сейчас не уверен, мы на Луне или на планете. Так, проехать я здесь не смогу. Наверное, надо вот здесь подняться. Давай, топи. Топи, 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 топи. Ой. Главное в эту яму не падать. Потом будем долго из нее выкарабкиваться. Как же этот Мака трясет, а? Пифец. Эй. Эй. Вот это я понимаю внедорожник. Почему наши так не делают машины свои? Чтобы можно было проехать где угодно, а перевернувшись обратно на колеса и поехал дальше. Давай, давай. Твоё налево. Чё тебя так болтает? Водила от бога. Что это за шарик там такой? Что это за хрень? Что это за хрень? Да, блин. Я хотел вправо нажать, а нажал не... Не тут, да... Ты твоё ж налево. А ещё раз. Всё. Готово. Только опыт получили. А. Изучив странный протеанский артефакт, вы обнаруживаете в нижней его части небольшую щель необычной формы. Вспомнив про странную безделушку, которую вы получили от спутницы на цитадели, вы достаете её и вставляете в щель. Шар вспыхивает ярким белым светом, мгновенно ослепляя вас и лишая способности ориентироваться. Ёпрст. Сознание постепенно возвращается к вам, словно вы просыпаетесь от глубокого сна. Вы в лесу, в одиночестве, недалеко от пещер, в которых вы живёте вместе с остальными членами вашего племени. Вы чувствуете боль в затылке от небольшой шишки, как будто под кожу врезался кусок кремня. Опираясь на копьё с костяным наконечником, вы встаёте на ноги. Ваше внимание привлекает звук, идущий сверху, и вы замечаете странное существо, которое летает над вами. Оно не похоже на птиц, на которых вы охотились у озера. У него нет головы и крыльев, но каким-то образом ему удается летать. Существо переливается серебристым цветом, зависнув подобно облаку, без движения в воздухе. Вы чувствуете, что оно смотрит на вас, изучает вас. Ой, тут ещё не конец. Сжав волосатый кулак, вы угрожающе направляете копьё в сторону существа и трясёте им. Существо поднимается высоко в небо и скрывается из виду. Удовлетворённо рыча, вы возвращаетесь в пещеру к своему племени. Вы начинаете заниматься привычными вещами, охотитесь, чтобы добыть еду, сражаетесь за право обладать самкой, ведёте войны с другими племенами за территорией. Так, короче, это, видимо, исследовательский какой-то зонд, который прилетал, видимо, на планету Земля, вот, в те времена, когда мы были обезьянами. Изучил нас, понял, что мы ещё тупые, как пробки, и улетел. Дни идут сплошной чередой. Каждый раз, когда вы просыпаетесь от сна, вас преследует чувство, что вы не одни, что есть кто-то другой, кто видит, слышит и чувствует то же, что и вы. В такие моменты вы нащупываете странную шишку на затылке и вспоминаете странное серебристое существо в небе. Вот это, наверное, существо. Воздух становится холодней, наступает зима, на охоте вам приходится изобретать всё дальше, плотно закутываясь в меха, чтобы укрыться от холода. Однажды, когда вы охотитесь, странная птица возвращается, вы слышите её до того, как видите раскатистый оглушающий звук, который она издаёт, накрывает вас волной. В животе у неё открывается огромный глаз, светящийся красный шар. Вы пытаетесь бежать, но луч красного света, исходящий из глаза, сковывает ваши движения, и в глазах у вас снова темнеет. когда вы приходите в себя на элитании, вы понимаете, что лежите на земле, протеанский артефакт парит в воздухе над вами в целости и сохранности. В недоумении ваши спутники помогают вам подняться на ноги. Вспыхнул яркий свет и вы рухнули на землю. Мы толком не успели ничего понять, объясняют они. Вы в порядке, Шепард? Вы отвечаете не сразу, пытаясь сделать вывод из увиденного. Воспоминания охотника кроманьонца, зарегистрированные протеанским записывающим устройством. Как долго они изучали примитивных землян и анализировали результаты исследований на своей базе на Марсе? И чему они научились у нас? Если это вообще возможно. Я в порядке, наконец, отвечаете вы, понимая, что ответы на эти вопросы вам никогда не узнать. Пустяки. Ё-моё! Блин! Да, в портане поняли, что рановато к нам ссоваться, я так понимаю. Блин, надо сейчас назад как-то выбраться. Сюда поедем. я надеюсь, этому кроманьонцу зонт в жопу не запихивали. А то я слышал истории знаете по телеку. хе-хе-хе-хе-хе. Да твоюж налево, блин, ты задолбала колбаситься. Зачем они такие карты делали? Давай, топи. ей. И с разгону. Э-э-э-э-э-э, черт, немножко не в ту сторону. Э-э-э, давай на ровную поверхность. Готово. Ура. Эту машинку да в War Thunder бы. Было бы неплохо. Так, следующая партия обезьянок нас ожидает. Мартышки. Вы где? Вот они. Вот они. У кого из вас то, что мы ищем, а? Подожди, а почему Кайден это говорит? Его с нами нету. У нас тут только девчонки. У обезьяны нет модуля. Что за хрень? У обезьяны нет модуля. А у этой есть? Так, понятно. Вроде всех изучил. А не, не всех. Еще вот. У обезьяны нет модуля. Так, никого не потерял? У обезьяны нет модуля. Так, вроде все. Никто больше не накрится, да? Нигде. Я помню, очень долго с этим заданием мучился. Видимо, где-то одна обезьянка здесь все-таки гуляет. Надо это прочекать. Ну, в принципе, вроде как все. Всех обезьянок в этой точке обшмонали. Поехали дальше. Такс, 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 такс. Идем сюда. Как всегда, модуль будет в последней точке. Которую мы изучим. Может, сразу туда ехать? Это было бы, знаете, гениально. IQ 200 сразу бы поднялся у меня до 200. Так. Мне надо как-то объехать, чтобы по горам не ползать. Упорно не хочет падать на брюхо. Ой, то есть на спину. Постоянно на брюхо возвращается. мако. Мако. Мако-макака. Здрасте, обезьяночки. Так, ну давайте изучим их. У обезьяны нет модуля. Конечно нет. У обезьяны нет модуля. Иначе и быть не может. У обезьяны нет модуля. Пропусти. У обезьяны нет модуля. Так, как спрятать оружие? На Q. У обезьяны нет модуля. Нет модуля у обезьяны. Нету модуля, блин. О, еще одна обезьянка. У обезьяны нет модуля. Ну конечно же нету. Так, этих мы изучили. Да блин, опять я застреваю. Уничтожьте их скорее! Кого? Обезьян-то что, с ума сошла? Хорошие зверушки. Зачем их трогать? Лучше дай им банан. Они оценят. У обезьяны нет модуля. Так. Странно, как я упустил эту обезьянку. Ладно, вроде бы всех обыскал, да? Пошли зайдем внутрь этой штукенции. И тебя тоже обыскал. Внутрь этого тоннеля. Может, там обезьянки есть? О, да, есть. У обезьяны нет модуля. Ну, этой тоже нет, ё-моё. Блин, какое классное задание, вы чё. Ходить, обыскивать обезьяну. Прям кайфую. Да от полейна! О, хорошо. Штурмовая винтовка Ланцер. Пятого уровня. Сейчас, может, напяливаем её. Так, обезьянки. Это всё гетто виноваты. Обезьянок здесь наплодили. Походу. Где-то я видел, вот. Ходит. Ходить туды-сюды. У обезьяны нет модуля. Так, 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 так. Легко. Так, есть ещё обезьянки. Тебя мы изучили. Так. У обезьяны нет модуля. Сколько здесь нычек, а? Посмотрите, блин. У обезьяны нет модуля. У обезьяны нет модуля. Так, я эту серию так и назову. У обезьяны нет модуля. Лёгкая броня для кварианца. Класс. Сейчас оденем нашу кварианочку. Далее взорова снима. Там всех обезьян обыскал, да? Надо убедиться. Потом, блин, бегать искать этих обезьян мне не хочется. У обезьяны нет модуля. Ну как это нет? Она выронила модуль данных. Ура, слава богу. Просто чудо, что с модулем ничего не случилось. Джокер сможет отправить данные командованию Альянса. Хорошо, пусть отправляет. Вот в чём проблема-то. Почему я так раньше долго мучился? Потому что я, видимо, не всё обыскал тогда. В те времена, когда первый раз проходил. Не все закоулки. О, привет. Слышишь? Это наши обезьяны. Никому не позволим их трогать. Ай, больно. Да твою мать, бери оружие. И ломайте этого говнюка. Ближайшую цель атаковать на время заставляет. Так, используем это. Вот с этим вот. Всё, пусть атакуют. Своих. Так, теперь. Так. Фух. Вроде живы. Хорошо. О, ещё один. Отлично. Я надеюсь, они обезьянок не обижали. Где вы, мои обезьянки? Обезьянки. Надеюсь, вы живы. Блин, походу, обезьянок убили. Сейчас на улице посмотрим. Надеюсь, хотя бы там выжили. Так, я что-то... А, всё правильно. Да, правильно иду. Вроде живы. Это хорошо. Живите. Может, когда-нибудь и вы людьми станете. Хе-хе-хе. Так, так, так. Нам же уже не обязательно ездить вот эти штуки изучать. Где обезьянки живут. Давайте съездим, глянем. Может, там не обезьянки, а что-то другое. Не, скорее всего, там обезьянки. Да. Значит, вот сюда. Да. Мне с этим модулем, который мы у обезьянки забрали, не нужно к спутнику возвращаться, интересно? Или всё же нужно? Так, наверх, походу. Давай, давай, давай. Ты сможешь. Да, ёпки, красоты. Чё тебя так дёргает, блин? Вот ненавижу именно вот это в этом мака. Планетки прикольные, но, блин, ездить на этой штуке нереально. Куда воткнуть? Куда же воткнуть? Да, блин. Твою мать. Придётся тратить. Улучшение патронов. Так, давайте оденем. Для талии у нас есть бронька. Нормалёк сойдёт. Даже дробовичок длиннее есть. И даже пистолетик. Можно, конечно, винтовочку. Хотя, может, нашли винтовочку. Да. Одевай. Так. Что ещё? Дробовик я, наверное, себе. Да. Аж ли дробовик особо не нужен. Так, 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 броня. Тяжёлая броня. Это для меня, кстати. Сейчас будем... А, я уже одевал тяжёлую броню. Подожди, или это новая? Ну-ка, наденем вот это. И сравним, что это за броня. А, ну да, такая же. Да, наденем и шли. Всё. Красавица. Бронированная красавица. Так, я не знаю, ехать ли сюда или не надо. Есть это в журнале. Да. Потерянный модуль, да. Вот, выполнили. Значит, на Нормандию возвращаемся. И идём на Феррес. Серия у нас будет достаточно длинная, друзья. Так что, я надеюсь, вы приготовили себе покушать чайочку там с чем-нибудь. Так, изучим оставшиеся планетки. Разведать. В процессе сканирования планеты Сейдетт вы обнаружили большое скопление обломков кораблей на геостационарной орбите. Благодаря дальнейшему сканированию старшему инженеру Адамсу удалось найти несколько интересных объектов, среди которых был медальон Лиги Единения, запрессованный в свинце. Близость активной звезды Геракл является причиной постоянных сине-фиолетовых полярных сияний в азотно-аргоновой атмосфере Сейдена. Так, мы не будем это читать. Да, всё, изучили. Изучили. Вперёд на Ферос. Так, что у нас за планетки здесь? Квана. Покрытая льдом поверхность Кваны богата тяжёлыми металлами. Высокая плотность планеты позволяет предположить наличие ещё больших минеральных богатств в её недрах. Атмосфера Кваны состоит из азота и угарного газа. На поверхности планеты находятся руины, разветвлённые сети грандобывающих комплексов, построенных протеанами. Заброшенные шахты соединяются с опустевшими городами, монорельсовыми линиями и бла-бла-бла. Как интересно. Здесь протеане, видимо, жили. В результате сканирования Кваны было обнаружено месторождение Кобальда. Хорошо. Логан. Это тот Логан, о котором я думаю. Обычный водородно-гелевый газовый гигант. Совершенно обычный. Ещё особенного. Ситау. Чрезвычайно плотная атмосфера Ситау содержит углекислый газ и серную кислоту. Поверхность состоит из базальтовых и реолитовых равнин. Красота. Слетать бы туда. Найден протеанский диск с данными. Всё. Сюжет. Надоело исследовать. Корпорация Экзогений основала на Ферросе экспериментальную колонию, чтобы исследовать спританские руины, которые занимают две трети поверхности планеты. Атмосфера загрязнена пылью. Перемещение по поверхности затрудняет кучу обломков, возвышающихся на несколько десятков метров. Некоторые признаки позволяют сделать вывод, что температура на Ферросе когда-то была намного ниже. У Ферроса два крупных спутника. Дальний... Дальний называется Оркан. Ближний Вартед. Ага. Приземляемся. Вперёд. Продолжение следует... Такс. Что ж, пора выходить. Что нас там ждёт, интересно. Сейчас выйдем и узнаем, да? Какой большой экипаж у нашего корабля. Вот... Как этот корабль в четвёртом аспекте называется? Забыл его название. Вот там всего-то два пилота и всё. Навигатор и пилот. Суви вроде как навигацией занимается. Капитан, вам что-нибудь нужно? Да, не, не нужно. Думал, может, что нового скажет. Хорошо. Но не хочет. Не хочет он ничего нового говорить. А, стоп, стоп, стоп. Перед тем, как спуститься, надо самоглянуть, что там у интенданта можно купить. Может, какую-нибудь шмоточку интересную новую. И, конечно же, надеть себе винтовочку. Тут где-то пятая должна быть. Подожди, я же подбирал. Или я её, Эшли, отдал. Хм. Оказалось, вроде какая-то пятая винтовочка была. Может, снайперка? Да, это снайперка. Снайперка не для меня. Ну, то есть, я люблю снайперку, но не в этой части. Блин, ненавижу. Я вообще снайпер по природе. Во всех играх в плане. И луки люблю, и снайперские винтовочки, блин. А тут невозможно с ней играть. Вот это была беда. Интересуетесь новинками? Да. Давайте посмотрим, что у вас имеется. Как скажете, капитан. А у него только четвёрочки. Ему нужно покупать эти самые лицензии, чтобы он мог торговать. Понятно. Ну, деньжат я подкопил. Ладно, пойдём на ферос высадимся. Ох, как прилечу на цитадель. Сразу затарюсь там по полной. Буря называется тот корабль с четвёртого масфекта. Темпест. Вспомнил. Так, кого же брать, кого же брать, кого же брать. Знаете, хочу попробовать Крогана взять. Крогана. И, конечно, биотик нужен какой-нибудь. Хотя у него нет технических умений. Всё равно попробую смотреть отряд. Сейчас глянем, что там есть у них. В навыках отряда вот. Так, устрашение, физподготовка, первая помощь. Чего качаем? Первую помощь, конечно. И физподготовку. Электронику, чтобы могла взламывать нормально. Дешифровку сразу вкачиваем. Прям до самого конца. Барьер. Стазис. Боевая броня. Побольше навыков нужно. Физподготовочку ещё маленько. Так, дробовики. Так как Урднот Рекс любит заходить в мели, будет с Дрободаном воевать. Вот. Такие дела. Уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Ой, чё-то уши заложило. Давление изменилось. Так, это очень похоже на Наверию. Подожди, мы ж на Наверию прилетели? Или мы были на Наверии? Это Феррес, точно. Порт похож на Наверианский. Мы видели ваш корабль. Файдань хочет поговорить с вами немедленно. Кто такой Файдань? Наш лидер. Ему нужна ваша помощь в подготовке обороны. Гетто снова нападует. Пожалуйста, вверх по лестнице за грузовым судном. О-о-о-о. Лежать. Так, испытаем Навыки Рекса. О-о-о. Пробуем. Смотри, прям расплавился бедный гет. Куда здесь только гетов, блин? Они, видимо, уже всю колонию уничтожили. Раз они в порту. Вот, ненавижу этих ползучих тварей. Попрыгунчиков этих. Так, сейчас. Так, ты давай вот так. Чтобы они никуда не могли двигаться. Эй. Кто там прыгает? Куда она упрыгала? Или ей уже конец? Конец, походу. Кто-то убил. Рекс, видимо. У него, видимо, меткий глаз. Не то, что у меня. Да ты шо? Кавалерия прибыла, не волнуйся. И я постараюсь этого не допустить. Как бедная женщина может работать, когда вокруг такая стрельба. Хм. Надо работать. Так, и кто такой? Боюсь, что геты поглубят нас всех. Геты готовятся к очередной атаке. Так, спрячем оружие. Тут, похоже, уже более-менее безопасно. Низкий уровень навыка дешифровка. Подожди, я же только что прокачал к Рогану. Я полностью дешифровка... Я деформацию прокачал, а не дешифровку. Твою налево. Блин. Придется возвращаться, чтобы взять какого-нибудь дешифровщика в команду. Хорошо, хорошо, родная, успокойся. Все будет нормально. Геты все наступают и наступают. Приветствую, чужеземцы. Я рада, что галактика нас не забывает. Дорогая, пожалуйста, отдохни. Тебе еще нельзя говорить. Но они должны знать. Ой, я имею в виду, это очень важно. Да, так лучше. Я могу чем-то помочь вам. Я... Все в порядке. Мне просто нужно думать яснее. Просто небольшая боль от прошлой атаки. Все будет хорошо. Я не вижу у нее ран, но что-то доставляет ей боль. Пожалуйста, дайте ей отдохнуть. Ей нужен отдых. Моей жене нужно отдохнуть. От этих атак ей становится только хуже. Ну ладно, пусть отдыхает. Не будем мешать. Капитан, я рад, что нам наконец-то выслали помощь. Но вы немного запоздали, не так ли? Арселия? Извините, капитан, нервы у всех на пределе. Берегись! Где ты в башне? Вот уроды, блин. Защищайте центр колодки. Получайте! Засранцы! Бой! Лежать! Мы люди! И это Спарта! Ой. Как-то больновато по мне зашло. Я не хочу умирать! Пожалуйста! Не умирай! Не хочешь, не умирай! Я тебе помогу немного. Надеюсь, ты не против. Все? Живой, брат? Куда он делся? Так, ладно, вроде разобрались. Пойдем поговорим еще раз с местными лидерами. Защищайте центр колонии! Где ты в башне? Что, они где-то здесь, что ли? Я не понимаю. Короче, я понял. Нужно идти и дальше. Защищайте центр колонии! Я кого-то не убил, что ли, блин? Ладно, пошли изучать локации. О, приветик. А че вы тут делаете? Не посветите меня? Ай-яй-яй! Блин, дроны! Фу, готовы. Они, не все. Лежать. Правильно, бегите отсюда, твари. Теперь сообщим об этом Файданю и выведем транспортер из Нормандии. Наша следующая цель – лагерь гетов. Так, ну, да, еще и на Нормандию сходим, чтобы сменить команду. Надо Ляре посидеть, наверное, на базе. А еще с Кроганом поверить. И придется технику кого-нибудь взять. Которую будут замки взламывать. Башня в безопасности. Спасибо вам, капитан. Я сделал то, что был должен сделать. Так, хорошо, что вы хотя бы на нашей стороне. Их наступление приостановлено. Но они вернутся. Они всегда возвращаются. Чего они хотят? Если у вас есть вопросы, задайте их гетам. Непонятно, что им нужно. Они просто напали на нас. Сами мы о них ничего не знаем. Основная их база в штаб-квартире Экзогения. Самое лучшее место для поисков ответов на ваши вопросы. Что такое Экзогения? Это компания, в которой большинство из нас работало до нападения. Она основала эту колонию. Аэро-шоссе идет как раз до Экзогения. Пропустить это место невозможно. Экзогения. Экзогения. Подробности я не знаю. Но полагаю, что они укреплены лучше командного поста. Они посадили, по крайней мере, один корабль у Экзогений. А на Аэро-шоссе я видела большие танки. Следует ожидать жестокого боя. Что вам нужно, чтобы вернуться к обычной жизни? Нам нужно уничтожить гетты. В тоннелях до сих пор находятся гетты. К тому же необходимо решить повседневные проблемы, такие как недостаток пищи, воды, электричества. Я не знаю точно, что именно нужно сделать. Поговорите с ответственными людьми. Пипец. Будем не только с геттами воевать, но еще и колонистам, помогать. Это займет много времени. Нехватка пищи. Вы говорили о том, что вам не хватает пищи. Запасами продовольствия занимается Дэвид Рейденс. Он расскажет вам, чем вы можете помочь. У вас есть новости о том, что гетты делают в тоннелях? Ничего нового. Скорее всего, они охраняют там передача, с помощью которого координируют атаки. Пока что это не критично. Но если уничтожить передачи, то это здорово поможет нам защищаться от следующих атак. Вернемся к надежде Джу и Ферресу. Конечно, капитан. Я поговорю с вами, когда выясним больше. Удачи, капитан. Удачи нам. Так, ну, видимо, сейчас придется еще с местными поговорить, да? Может, что нового скажут? Мне так больно. Извините мою жену. Каланта немного не в себе. Ей нужно отдохнуть и осознать, что произошло. Что произошло с вашей женой? Постоянные атаки всем нам действуют на нервы. Она привыкнет. Все мы привыкли. Я могу как-то помочь ей? Нет. Ей просто необходимо время. Время все принять. С ней все будет в порядке. Чем вы занимаетесь в колонии? Я медик. По крайней мере, с тех пор, как врач погиб. Я стараюсь сделать все возможное. Что вам известно об этой планете? То, что нам сказали в министерстве колоний. Оказалось, что все здесь немного по-другому. Но здесь неплохо. Когда гетов победят, у нас появится возможность создать нечто стоящее. Расскажите мне о колонии. Мне не так уж много известно. Вам лучше спросить, Файданя. Почему вы не можете сказать мне, что знаете? Я просто хочу узнать немного больше о колонии. Файдан наш лидер. Кто как не он знает больше всех о колонии? Мне пора идти. Сделайте что-нибудь, чтобы прекратились эти нападения. Ага. Файдан наш лидер. Поэтому он будет нам все рассказывать. Ай-яй-яй. Это вы отразили прошлую атаку. Они вернутся. И даже если гетты не убьют нас, мы умрем с голода. Вы что-то делаете, чтобы решить эту проблему? Мы могли бы прокормиться мясом варенов, но это слишком опасно. Вожак варенов огромный. Да еще и бешеный. Невозможно охотиться, пока он жив. У меня есть корабль. Я могу доставить вам припасы с других планет. Лучше вам сосредоточить усилия на геттах. Еда нам не поможет, если они прорвут нашу оборону. Расскажите мне о надежде Джо. Колония растет. Точнее росла. Но вы должны поговорить с Файданем. Он наш предводитель. Все отправляют меня к этому Файданю. Я хочу от вас услышать. Зачем мне говорить с Файданем? Почему вы сами не расскажете? Не хочу говорить об этом сейчас. Поговорите с Файданем. Хм. Тут что-то помимо геттов происходит. Расскажите мне об охоте на Варенов. Охотиться невозможно. Гетты не дают нам лишнего шагу ступить. С другой стороны, хорошо, что Варены нападают на всех. Даже на этих чертовых синтетиков. Самый опасный вожак Варенов. Безумная, яростная, абсолютно непредсказуемая тварь. Расскажите мне о себе. Что рассказать? Я прилетел сюда с Греттой в поисках приключений и новой жизни. Не этого мы ожидали, записываясь в колонисты. Конечно, без геттов здесь куда лучше. К тому времени, как они появились, мы уже начали получать удовольствие от жизни в колонии. Мне пора идти. До встречи, капитан. Так, вопросы про колонию им не нравятся. Отправляют нас сразу к Файданю. Надо будет разобраться, в чем тут прикол. Мне велели показать вам товар, капитан. Если пожелаете. Конечно, что у вас есть. Покажите, какие товары у вас есть. Конечно. Могу показать парочку интересных вещиц. Какая пухла рожа у этого соларианца. Я аж испугался немного. 109 тысячи для бабла, да? Круто. Лицензия Холиат Армори. Купим лицензию, наверное. Сколько на 100 дешево, в принципе. Все. Сможем, так сказать, закупаться потом у своего интенданта. Так, продать. Улучшение брони там всякие. Давайте броню лишнюю продадим. Что я жму продать? Ай, все, не хочу разбираться, что я жму продать и не продается вам. Пофигу. Так. А вы хорошо разобрались с гетами. Вы настоящие герои. Да, я такой. Правда, мне до сих пор нужны элементы питания для генератора. Как это мы сразу от того, что я герой, перешли к элементам генератора? Давай лучше сначала с тобой пообщаемся наедине. Сделаю, что смогу. Элементы питания Нормандии. А если принести элементы питания с Нормандии, пожалуй, у нас найдется парочка лишних. На вашем ультрасовременном корабле установлены совсем другие элементы. Не такие, как для этого древнего генератора. Если я найду что-нибудь пригодное, обязательно отдам вам. Спасибо, капитан. Пожалуйста. Вы очень поможете. Извините, но мне некогда разговаривать. Мне нужно решить проблему с водой. Я могу как-то помочь вам. Одним из первых. И это захватили техническое здание. Найдите водопровод и восстановите подачу воды. Люди в колонии страдают от жажды. Блин, если я скажу, я могу привезти воды, она меня пошлет. Займитесь этим сами. Разузнать колония. Расскажите мне о колонии. Мы были небольшой группой. Чаще большой колонии. До того, как напали гетты. Вам нужно поговорить с Файданем. Он у нас за главного. И знает колонию лучше всех. Да не хочу я говорить с Файданем. Он мне не нравится. Хочу с тобой говорить. Что вы знаете об этой планете? Лучше меня не спрашивать. Спросите Файданя. Файданя. Или кого-нибудь другого. Расскажите мне о себе. Лучше мне этого не делать. Ни время и ни место. Пожалуйста, помогите нам. Или уходите. А я продолжу работу. Мне пора идти. Желаю удачи. Им помогай, помогай. Они даже поговорить не могут. Ё-моё. Так, надо вернуться на корабль. Взять техника. Возьмем техника. Сделаем эти задания. Поможем колонистам. Воду там восстановить. Все такое. С гетами, наверное, будем уже воевать в следующей серии. Ну, то есть мы сейчас с ними будем воевать. Они тут еще есть. Я имею в виду, по основному заданию пойдем уже в следующей серии. Сим-сим, отшиняйся. Отшиняйся. Дезинфекция. Там люди живут, блин, и все нормально. Дезинфекция. Капитан опять свалил. Так, у кого там есть... Вот возьмем талии, возьмем кроганы и нормально. Думаю, нормально. Так, для крогана, кстати, оружие есть какое-нибудь снаряжение? Урднот. Урднота Бармот. Снайперка тебя не нужна. А вот биоусилитель. Вот это, может, и нужно. Не, ну я не часто его буду брать с собой. Отойдем к кому-нибудь другому. Средняя броня кроган. О, лучше, чем та, что на нем. Шикарно. Приодели трахец. ...вызор с атмосферным. Изменение стануса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Старший помощник Пресли. Так, ну, наша задача воды. Воду починить. Добыть еды. Уничтожить оставшихся гетов здесь. И что-то там еще. Не помню. Но, неважно. По пути все сделаем. Так, а тут есть с кем побазарить? Я ж не осмотрел базу. Я должна закончить работу. Вы капитан корабля, который только что приземлился. Что вам известно о колонии? Мы прибыли совсем недавно. Поначалу она оказалась похожей на другие колонии. Но потом все как-то изменилось. Что вы имеете в виду? Трудно объяснить. Это как... Не могу описать. Поговорите с Файданем. Он знает колонию лучше меня. Фай... Фуй, Дуни. Дуни, фуй. Личный вопрос. Что вы тут делаете? Я слежу за кораблем. Знаете, чтобы с ним ничего не случилось. Если что, в нем хотя бы можно укрыться от гетов. Я спрашивал, чем она занимается. Я вижу, вы проводите какую-то диагностику. Нет, просто осматриваю корабль. Пустяки. Мне нужно вернуться к делам. Файдань хочет получить доклад, а... Мне нужно идти. Я могу вам помочь. Что вы хотите обнаружить? Нет, нет, спасибо. А теперь, если позволите, мне нужно вернуться к работе. Файдань тут что-то мутит, походу. Дэвид делает все, что в его силах, но... Рано или поздно запасы еды иссякнут. Командный фонд пост постараются восстановить как можно быстрее. Ну, если запасы еды иссякнут, можно будет сожрать вот этого парня. Он как раз раненый. Ой, вон еще один. Е-мое. Еды полно. Вы что? Давайте попробуем взломать. Дешифровка, мать ее, за ногу. Журнал грузоперевозок. В процессе дешифровки этого журнала вы обнаружили подозрительные данные. На исследованную планету в скоплении Вояджера был отправлен двухмесячный запас продовольствия. Точных координат нет, но похоже, что груз сброшен где-то в системе Амазонки. Новое задание. Система Амазонки. Скопление Вояджера. Окей. Так, ну поговорим с Фуйдунем и спросим, почему люди боятся говорить. Странное поведение у вас тут у людей. Они непрофессиональные солдаты. Никто не учил нас воевать. Это наш дом. На наших глазах геты уничтожали все, что нам дорого. Не судите нас строго. Ну ладно. Я поговорю с вами, когда выясним больше. Удачи, капитал. Расследование продолжается, понял? Ты пока свободен. Ну что, бригада, за мной. Давай, Рекс. Ой, я что-то куда-то уткнулся. Лицом. Вот сюда мы еще не ходили. Так, берем оружие. В боевом режиме двигаемся. Так. Вниз, видимо. Только можем спуститься. Не трогать. Блин, бобенку убили. Черт, я не смог ее спасти. Так. И тебе. Так. А что я не попадаю? Так они только и могут прыгать, а не нападать вообще будут? Нет? Только прыгают по стенам что-то. Я даже ни разу не видел, чтобы они стреляли. Так, 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 так. Чисто. За мной. Так, стоп, 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 а там нет какого-нибудь прохода. Надо сразу все проверить. Не, нету. Это единственный подход к этой точке. И уже враги ждут. Лежать, блюдки. Похоже, что этот вентиль часть большой системы. Наверное, нужно найти другие вентили. Другие вентили. Так, что-то сенса у меня великовато, блин. Мне кажется. Что-то как-то резко дергаю мышкой. Ага. Я забыл там кое-что все-таки. А вот и... Эти шавки, которыми питаться будут. Здорово. Лежать. А вот и самое главное. Альфа. Варен падает замертво. Изрешученный пулями. Вероятнее всего, он был вожаком этой стаи злобных падальщиков. Возможно. Возможно. Ну, мы его собрали. На обед, так сказать. Чтобы было чем похавать людям. О, пятерочки. Правда, только улучшения. Для оружия и так далее. Средняя броня Турианис. А мне, когда уже пятый, пятерочку для человека, шмоточку, когда дадут. Турианцев одеваю, Кроганов там. Тали он одел на той планете. Так, надо вернуться. Там тоже был скрытый проход. Я подумал, это стена, но это оказывается дверь. Не похоже, что вода пошла. Надо искать дальше. Конечно, найдем, несцы. Вот здесь. А не, вот здесь уже реально стена. Сюда зайти нельзя. Путают меня биовары. Засранцы этакие. Заставляют бегать туда-сюда. В пустую. Так, там уже ж вроде как... Помехи. Здесь будет бойня. Бежать у полетки. Блин, как круто. Оружие вообще не перегревается. Вперед! За мной, бригада. Узнаем, что тут все эти геты делают. О, приветики. И кроганы здесь, смотри-ка. А кроганы-то почему гетом служат? Кроган солдат. И чьей армией он служит, этот кроган? Не дверь, да? Не, не дверь. Количество предметов на настоящий момент 135. Максимально возможно количество предметов 150. Ну да, у меня скоро забьется инвентарь. Передача гетов. Ломаем это говнище. Надо будет инвентарь чистить срочно. Дайте попробую со снайперки пострелять. Да ёк, как её трясёт-то. Ё-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Лежать. Пьяный снайпер. Белая горячка. Не подходи. Руки трясутся. Высунь личико, Гюльчатай О, нормально Во второй части, кстати, когда мы до неё доберёмся Шепард у меня будет снайпером Я бы и в этой части его снайпером бы сделал Но, блин, вы видите, как эта хрень дёргается О, смотрите Ходуном ходит Прицел Так, подожди, там же что Должны быть эти штуки Трубы, типа Ремонтировать Консолька Карта местности обновлена Заработала, хорошо Хорошо Хорошо, значит, хотя бы от жажды не помрут Тоже норм Ты кто такой Братишка Ян Ньюстер Ян Ньюстер Что с вами произошло? Получаю наказание от хозяина Постоянно напоминает мне, что я ещё живой Вы здесь из-за гетов, правда? Не только вы здесь интересуетесь этими Железками Кто ещё ищет гетов? Ищет не гетов А способ избавиться от них Они мешают Хотят добраться Да Ай Толку от него теперь немного Оставим его Ну он пытался сказать Но ему как будто больно становится Когда он пытается сказать нам Что он имеет в виду Я могу вам чем-то помочь? Вы хотите, чтобы я вам помог? Помочь мне? Нет Мне никто не поможет Лучше я погибну, сражаясь Сражаясь с кем? Сражаюсь не в том смысле Это как продираться через колючие кусты Чем сильнее ты бы х... Время вышло Снова начинается Поговорите с Файданем Попросите его... Хм Аккуратнее Ой Да блин, пьяная ты рожа, блин Хватит Дергаться так Фух Я точно подойму себе АИМчик С этой снайперкой Если буду ей Ей тренироваться Хе-хе А потом в КС пойду и буду всех разносить Хэдшоты вешать буду Хе-хе Савика Так, здесь не откроется Окей Фуй, дунь Дунь В... фуй И здесь стена Вроде все изучили, да? Получается Ничего не забыли? Надеюсь Так Вот еще рядом с ним гляну Может там какую дверьку не заметил Но это не открывается Так что Это не то Есть крайнышка здесь, не? Не, ну ладно Ну ладно Я, наверное, заспойлерю немножко Для тех, кто не смотрел Предлагаю немножко Отключить звук На 10 секунд С этого момента Этот чувак, короче Он одержим Женец Им управляет Властелин который Или как там его зовут Вот такие дела Поэтому он еще сказать не может Толком Так Там какие-то проходы Жди Я здесь был Ё-моё Дальше надо идти Так Вражина здесь В лицо тебе И в письку Все, понял? На Шепарда напал Без яиц остался Вот так Если у них, конечно, есть яйки Хотя бы кибернетические Типа для эстетики Хе-хе-хе Так, ладно Ныкнем оружие По-моему, больше вражины Не будет О, еще есть лифт А лифт, наверное, уже ведет Куда-то В оставшуюся В оставшуюся часть Ферреса Там, где мы сядем На нашего мака И поедем Давайте сначала Тут Доделаем все Так, капитан Чем я могу вам Помочь Я уничтожил Передатчик Гетов Тоннеля Теперь у вас Не будет с ними Хлопот Спасибо, капитан Пожалуйста Мы в долгу Перед вами Это точно А, понятно Я должен с ними Поговорить На эти темы Вернемся к Надежде Джу И Ферресу Конечно, капитан В тоннелях живет Какой-то парень Он один из ваших? Наверное, это я Он очень болен С ним что-то не так Это не просто болезнь Так Это после атаки Он так сильно изменился Мы пытались Помочь ему Но он ничего Не хотел слушать Я не могу Помочь человеку Который Отказывается От помощи У вас есть Медикаменты? Что-то, что Может помочь ему? Если бы Все было так просто Ян Неплохой человек Жаль Что он сейчас Не с нами Я бы предпочел Больше Не говорить На эту тему Капитан Я поговорю с вами Когда выясни больше Понятненько Он не хочет Говорить на эту тему Мне кажется Он знает Он тоже Услышал мой спойлер И видимо Знает Что с этим человеком Не так Так Эти меня о чем-нибудь Просили Подожди Там еще один Значок висит Секунду Наверное С ней надо поговорить Благодарю вас За все Что вы сделали Но ваше Геройство Меня не впечатляет Капитан Мне кажется Что я вам Не нравлюсь А какое У вас Было бы чувство Если бы Организации Которые Обязаны вас Защищать Плевать на вас Хотели Они должны были Послать Хотя бы Небольшой плот А вместо этого Прислали Один Единственный Корабль Ну так Само собой А ты Интересуешься Только Не знаю Чем она Интересуется Расскажите Мне о себе Арселия Я что-то Вроде Полицейского На добровольных Началах Меня взяли Следить Чтобы мальчишки Не разрисовывали Стены Экзогени А тут Случилось Все это Меня к этому Не готовили Я не Просила Посылать Меня В бой Как же Хочется Чтобы Все это Закончилось Раз Не просила Зачем Стала Полицейской Е-мое Вы можете Сказать Что-нибудь О гетах Как вы Считаете Каковы Их цели Ничего Сказать Не могу Если Хотите Получить Ответы На эти Вопросы Отправляйтесь В экзогени Ну Про колонию У нее Спрашивать Незачем Хотя Спросим Расскажите Мне о надежде Джо Много Сказать Не могу Если Хотите Знать Больше Поговорите С Вайданем До свидания С Вуйдунем Так Я им Что-нибудь Обещал Нет Я могу Вам Помочь Капитан Не Не Обещал Мне Пора Ити Сделайте Что-нибудь Чтобы Прекратились Эти Нападения Чем Чем Ему Нападение Не нравится Наоборот Это Эпично Это Весело Чем Могу Быть Полезен Мне Сказали Что Вы Хотите Посмотреть Мои Товары Черт Не К Тому Подошел Да Да Твои Уж Налево А где Их Взять Я Уже Забыл Если Я Найду Что Небудь Пригодное Обязательно Отдам Вам Спасибо Капитан Что Там Там Я Не Видел Никаких Элементов Для Генератора Там Где Мы Были Или Я Просто Слепой Пропустил Смотри Какая Милашка Даже Учитывая Устаревшую Графику Она Слишком Мила Детка Ты Че Блин Я Хочу С тобой Познакомиться Я Возьму Тебя В команду Будешь Жить На Нормандии У Тебя Там Будет Много Друзей Ай Ай Кому Пожрать Обещал Принести Я Че Не Могу Вспомнить А Вот Этому Здравствуйте Еще Раз Капитан Я Убил Большого Варена Остальные Ваши Прекрасно Я Устрою Охоту Когда Минует Угроза Со стороны Гетов Я Не буду Просить С него Плату Я Блин Солдат Ты Че Пивовар Вы Че Охренели Мне Пора Идти Это Вам За Помощь Он Сам Заплатит Конечно Но Это Все Чем Мы Можем Поделиться Не Обязательно Что-то Требовать Я Героя Прокачиваю Че за Фигня Я Должен Быть Злым Ну Тут Правда Такие Дурацкие Варианты Чтобы Стать Злым Взять Деньги Видимо Надо Было Нем Нем Прикольно Так Ладушки Друзья Я Наверное Сейчас Не Подождите Подождите Я Точно Все Сделал Ну Куда Я Поговорю С ней Сейчас Не Могу Я Должна Закончить Работу Да Все Сделал Все Сделал Вот Она Планетка Тут Даже Небо Видно А я Думал Что Мы В Помещении Находимся Мы Оказывается На какой-то Крыше Непонятной Ладушки Друзьяшки Будем Закругляться Продолжим Прохождение Ферреса Уже В следующей Серии Надеюсь Вам Понравилось Ставьте Лайки Если Понравилось И Подписывайтесь На мой Канал Всем Пока Продолжение следует